Спасибо, добро, уважаемые коллеги, уважаемые президенты. Я сегодня хочу поделиться с вами результатами, которые мы получили в результате применения метода изолирной региональной перфузии при местно-дистемиированных меланолах. Мы начали заниматься, я убегу вперед, начали заниматься изолирной региональной перфузией на современном этапе с 2004 года. Мы в начале своей исследования поставили к себе цель именно улучшения результатов лечения местно распространенной меланомы при помощи изолирной региональной перфузии. Соответственно, этому мы выставили следующие задачи, это обосновать и усовершенствовать методику изолирной региональной перфузии, отработать основные параметры ее проведения, оценить непосредственно результаты изолирной перфузии в течение влечения больных меланомой кожи конечностей и выработать критерии отбора больных для комбинированного лечения с применением изолированной региональной перфузии. Также оценить токсичность метода и определить степень сброса противообхолевого препарата в системный кровоток в процессе проведения всей изолирной перфузии, а также оценить эффективность оксидинированной конечности во время всей процедуры перфузии и оценить безрецидивную общую выживаемость у этих пациентов, которые проводили изолирную региональную перфузию. Я немножко напомню историю развития данного метода. Первые сведения о изолирной перфузии появились в литературе в 50-х годах прошлого столетия, клапса авторами, затем через год еще было несколько сообщений и настоящий прорыв и дальнейший развитие с 1958 года, когда криши авторы провели первую перфузию у пациента с изолированной региональной перфузией конечностей, имбихином, и они получили очень хорошие эффекты реместия в течение одного года. Затем диссеминации процесса, конечно, пациент скончался. В нашей стране, то, что Леонид Вадимович начал говорить, были две группы, то есть два учреждения, которые занимались изолированной перфузией. Это школа Николая Николаевича Трапезникова с авторами, которые начали с 70-х годов и до 80-х, середины 80-х годов прошлого столетия. И в это же время в Ленинграде в Первом медицинском институте профессор Левин с авторами также занимался этой проблемой, но к 80-х годах и середине 80-х годов эти исследования были сверканы из-за несовершенства развития этой методики и большого количества осложнений. И настоящий прорыв, который до сих пор и в дальнейшем развивается, это с выделением противоопхолио-туморно-некротизирующий фактор в 1975 году, но применение его в клинической практике это с 1995 года, когда была выделена его альфа-фракция, которая сейчас является золотым стандартом при использовании изолирной регионарной перфузии. И я тут последний автор здесь в этом списке, это Александр Эгермонт. Он начал с 2000-х годов и он является сейчас признанным лидером в мировой применении изолирной регионарной перфузии. Он занимается не только при меланомах, но и при сарковых мягких тканей, а также сейчас он усиленно разрабатывает и применяет методы изолирной перфузии при метастолистском поражении печени и при метастолистском поражении вопхолио-таза. Чаще всего это гинекология и прямая кишка. И вот я узнавал три недели назад, что он назначил директором Института онкологии Густаво Руси в Париже. Но вернемся к нашей тематике. Значит, я сказал, что препараты, которые применяются для изолирной перфузии, это мелфолан, а также фактор некрозовой опухоли альфа, который выделен был в 1975 году, и фракция альфа была выделена в 1990 году. Значит, в нашей группе было 78 больных, 24 непосредственно, которые произвели перфузию, и контрольная группа, которая была лечением без перфузии. Женщин было большей части, 22, и мужчин – двое. Возраст, как вы видите, от 30 лет и выше. Основная группа – это нижняя конечность, и верхняя конечность в нашем исследовании не было ни одного пациента. И в индукционном режиме мы применяли у 16 пациентов, а в адвивантом у нас набралась группа 8 пациентов. Я коротко покажу этапы проведения перфузии, потому что это определенная технология, которой импровизации она не терпит, и необходимо строго соблюдать все эти этапы. Их 9 этапов – это выделение магистральных сосудов, изоляция сосудистой сети, заполнение объема первичного перфузата, накладывание жгута для изолирования конечностей из системного кровотока, присоединение к аппаратуре, которая сейчас будет ниже, сам этап перфузии, который длится в течение 60 минут, почему я ниже остановлюсь, введение цитостатика, процедура отмывания и завершение процедуры, извлечения конюль и ушивания раны. Это оборудование, которое мы применяем, это термостат в разных вариантах, это роликовый бионасос, и это оксигенатор. Значит, это принципиальная схема изоливно-региональной перфузии, как я сказал, все процедуры, которые были, это роликовый насос, венозные артериальные фазы, жгут, которые накладывают для изоляции всей конечностей, ну и, естественно, оксигенатор, как я уже говорил, и вся процедура проходит при умеренной гипертермии от 40 до 41 градуса. Это та температура наиболее оптимальная, которая позволяет препарату работать с максимальной отдачей. Как я уже сказал, препарат, который мы применяли, только мелфолан, сразу я предупреждаю вопрос о том, почему не применяли фактор некроза в обхлете. Дело в том, что этот препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, и его можно, конечно, купить, но применять его законом запрещено, поэтому есть только один случай. Вронце, профессор. Да, 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 нет, это самое, совершенно верно, который один случай только применен, и у него на отделении, в отделе у Мамеджавадыча, они сертифицированы, и они каждый раз получают этот препарат из Германии. Препарат не дешевый, он стоит, один флакон стоит, который на процедуру 10 тысяч евро. Поэтому мы этот препарат не применяли ни разу, и говорить об его эффективности, я могу сказать только по литературным данным. И у нас есть группа 16%, то есть пациентов, которые есть, еще мы добавляли в перфузат пролейкин в указанной дозе. Во время, значит, изолирования перфуза, для того, чтобы оценить ее эффективность работы, мы, значит, забирали образцы перфузированного раствора из венозной крови, из системной, а также забор образцов из артериальной и венозной магистрали. Непосредственные результаты у нас получились таким образом, что частичный ответ у 9 больных и стабилизация у семьи, а у 4 больных полная ликвидация всех негативных симптомов. У меня есть слайды, дальше я покажу, чтобы это наглядно выглядело. Вот то, что я говорил, это, значит, у пациентки, значит, через, до начала, через 5 дней после перфузии, это через 14 дней, видно, что здесь нету вот те выраженные, которые вот уже из излений имелось, здесь уже из излений идет на эпитализацию, здесь уже полный некроз в опухоли, и нету те явления, которые были у пациентки до начала перфузии. Здесь другой случай, то же самое, в те же самые сроки, видно, что через 14 дней размеры опухоли даже, которые были вот здесь, несравненно, абсолютно они, не сравнимы, это что позволило выполнить циторедукцию. Здесь другой случай, то же самое, имеется вот здесь начало перфузии, через 2 недели после перфузии, здесь начало, и то же самое, через 2 недели после перфузии, видим очень хороший непосредственный эффект. Токсичность мы определяли следующим образом, местная токсичность у больных, значит, во-первых, это первой-второй степени большинства пациентов, и у одного пациента только наблюдалась третья степень местной токсичности. При системной токсичности первой-второй степени токсичности наблюдалась в основной массе больных, и системная токсичность появляется через неделю после проведения процедуры, потому что в эти сроки препарат, мифолан, который накапливался в нормальных, не в опухолях, в нормальной ткани, он высвобождается и выбрасывается в системный кровоток, который и вызывает вот эти осложнения. Но они легко оккупированы и не представляют каких-либо сложностей. Мы также, согласно задачам, которые я выше показал, определяли состав, газовый состав перфузата как в артериальной, так и в венозной магистрали. И видно, что в артериальной магистрали парциальное давление кислорода в разы, в 5-6 раз выше, чем в системной артериальной крови. И наоборот, в венозной магистрали парциальное давление СО2 повышено в венозной магистрали, чем в венозной системе организма пациента и вот подтверждение моих слов что я сказал видно что максимальный артериальный магистраль 587 а венозная наоборот выше мелфолан мелфолан водился в дозе из расчета 10 миллиграмм на килограмм веса для нижней конечности 14 миллиграмм для верхней конечности итоге получилось в среднем на нижнюю конечность вот 80 до 120 миллиграмм и естественно мы определяли мелфолан находится системный сброс большой какой его системный сброс мы здесь видим что при определении мелфолана через 5 30 и 60 минут как падать его концентрация дело в том что при фармакокинетики мелфолана он через как вводится либо системно либо в магистраль при перфузе через пять минут там чистого мелфолана нету есть дегидроокси мелфолан который он не дальше работает потому что чисто мелфолан он не обладает противоволим действием и видно что на пятой минуте 11 миллиграмм находится через 30 еще меньше а к 60 минуте практически его нету потому что и это нам позволяет говорить что проводить перфузию больше 60 минут не имеет смысла то же самое вот то что я говорил это графическое изображение парциального давления кислорода как в артериальном русле то есть в артерии пациента и в артериальном магистрале при перфузии и парциальное давление co2 соответственно отдаленные результаты я уже говорю что мы с 2004 года по декабрь 11 год медианное наблюдение стало 23 месяца живы 8 пациенту без признаков обхолевого процесса с наличием место 4 с наличием мест распространенного обхолевого процесса и без признаков отдаленных метастазов и умерло к сожалению 16 пациентов но это не удивительно потому что это 3b-4 и вот в подтверждение это пациентка который мы немножко стали последнее время изменить состав перфузата и мы начали добавлять более того я рискнул что в литературе есть только дважды перфузии дел я рискнул сейчас есть группа набирается три раза делать перфузии то есть интервалы получается где-то полтора-два года эта пациентка оперирована она из воронежа оперирована там раз десять это все было все местно оперировано вот она приходила к нам это первый раз который первый перфузия было чисто мелфоланом через десять суток после 1 перфузии которые было 30 суток также после 1 перфузии 6 месяцев после 1 перфузии видим рецидив связи с лением окна тем и кровоточивость вот вторая перфузия через четыре месяца после выполнения 2 перфузии но здесь в перфузат я уже добавил космеген доктиномицин космеген он очень хорошо работает и очень много применяет австралийские исследователи космеген но они не делают не перфузия делают инфузии эта техника несколько отличная от региональной перфузии и и вот год после 2 перфузии видим что здесь нету признаков рецидива опухоли все эти изменения которые имеются вокруг вот опухоли очага который был это чисто и проявление местной токсичности препарата и плюс тому у этой пациентке еще промежутки между первым и второй перфузии у нее был было как осложнение тромбоз наружной подвздошной вены и больная была перенаправлена тромбоктомии эти все явления хронического тромбофлебита и лимфовенозной недостаточности конечности на сегодняшний день пациентка жива и работает в своем же режиме при анализе динамики без рецидивной выживаемости мы получили что одногодичная выживаемость без прогрессирования 54 процента двух трехлетние выживаемость 35 а есть еще четырехлетние выживаемость 26 процентов что на мой взгляд не так уже плохо и общей выживаемости значит после перфузии 80 процентов одногодичные 2 46 33 трехлетние и четырехлетние 25 процентов простите в заключение хочу сказать что метод изолирной перфузии это высокотехнологический метод который направлен на непосредственной редукции опухоли и предупреждение возникновения рецидивов и всех неприятных явлений которые имеются при этом сопровождается и выполнение вот там я показывал и группа из шести пациентов выполнение в индукционном режиме с нольными метастазами позволяет 56 случаев добиться частичного регресса опухоли что очень хорошо к моменту завершения перфузии значит концентрация мелфолана как я уже сказал уменьшается на 93 процента к шестидесятой минуты в процессе перфузии конечности имеет место сброс системный сброс где-то в порядка около двух процентов что куда много ниже чем при системном его на применении и таким образом это нам позволяет говорить о мало токсичности системного выброса местная токсичность я уже показал не она не превышает только 1 2 степени и целесообразно проведение перфузии в условиях гипероксии что максимально способствует концентрации мелфолана именно в опухолевой ткани и в меньшей степени в здоровой тканях и выполнение перфузии больным с диссеминированно меланомы конечностей позволяет увеличить интервал время до прогрессированного опухолевого процесса и выполнение этой процедуры с множественным транзитными метастазами позволяет увеличить показания общей выживаемость что статистически достоверно спасибо спасибо да конечно в абсолютно правы рекомендовать этот метод на повседневного внедрения нет смысла и это ни к чему потому что действительно метод очень сложный и концентрировать его надо в тех учреждений которые имеют опыт я уже говорил что мы начали с 2004 года позже с десятого года уже присоединился и ронс там тоже проводит сад те же самые проводятся что касается направление пациентам к нам до изолированной перфузии она входит в вмп вы можете спокойно направить его к нам в институт что касается непосредственно контактного телефона пожалуйста я вам напишу либо могу его сейчас просто сказать это мегафон 956 4771 это мой телефон звоните у нас опыта с галинаю не то есть поэтому мы постоянно общается спасибо галина мидера в том что мы в самом начале брали всех пациентов подряд я как-то так совпало что первых шести пациентов были и метастазы в легкие были единичные метастазы и один пациент был с диссеминированным в легкий и через три недели после перфузии пациент скончался от тромбомболей и я дальнейшем отказался от включения в исследование брали только местно диссеминированных без отдаленных метастазов теперь второй вопрос эффективность да несомненно имеет потому что сейчас все группы которые занимаются изолированной перфузии за границей все чаще и чаще говорят и уже набирается материал о повторной перфузии мы начали об этом уже два года назад на свой страх и риск но видим что больших осложнений не наблюдается единственное имеется технические вопросы при повторной выделении сосудов канюляции от единственно техническая сложность все остальное что касается непосредственно процедура пациенты переносит удовлетворительно без каких-либо особенностей то есть нету разницы между первой перфузии второй перфузии по эффективности да она выше можно я вас тоже георгий иванович прошу у меня первый вопрос не совсем про перфузию а скорее про сами метастазы транзиторные не складывается ли у вас впечатление что они часто бывают у пациентов у которых были сделаны предшествующие лимфодисекции лимфоденоктомии отчасти да отчасти нет половина пациентов которые здесь набрали в исследовании к моменту перфузии когда поступали они имели регионально метастазирование то есть я комбинирован перфузию с операцией дюкера ну а другая часть пациентов тем не менее уже 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 подвергнута получается что сама операция нередко способствует проявлению вот подобного типа метастазирования совершенно верно вы правы абсолютно это к вопросу о том что не надо делать профилактическое удаление лимфатических узлов потому что потом можно получить еще хуже результат еще хуже результат а второй вопрос вы упьянули пролейкин а можете еще раз сказать как много пациентов вы 16 16 с пролейкином и ваше впечатление никакого впечатления потому что у пациентов которые выполняли без пролейкина и эффекты тот же самый мы его добавляли в самом начале когда разработали протокол добавили его в надежде что он сработает но хотя бы близко к только из этих соображений а потом когда мы увидели что он не улучшает непосредственно результаты мы отказались от него арон калейкином не пользовались нет 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 нет